Автомобильные перевозчики в сфере строительства готовы объявить забастовку. В открытом письме профильная организация перевозчиков жалуется на ежедневные внезапные необоснованные проверки, давление на юридических лиц перевозчиков, необоснованное составление протоколов о правонарушениях и другие проблемы. Отмечается, что ещё 5 августа в адрес премьер-министра было направлено письмо с просьбой о встрече, однако ответа не последовало. В этой ситуации перевозчики в сфере строительства заявили о намерении присоединиться к протесту, о возможности организации которого ранее заявили в Ассоциации работодателя автомобильных перевозчиков. 9 сентября эта организация направила открытое письмо в адрес председателя правительства и также не получила ответа. Мы обратились с открытым письмом к премьер-министру. На данный момент ответа нет. Поднято четыре главных вопроса по основным проблемам, которые тормозят работу перевозчиков. Если ответ не придёт или последует ответ, который не отвечает нашим требованиям, мы, вероятно, в скором времени объявим о забастовке на площади Великого национального собрания. Олег Олекса отметил, что первая забастовка будет носить предупредительный характер. На центральную площадь Кишинёва выведут 100 маршруток и припаркуют перед зданием правительства, так чтобы не мешать движению общественного транспорта. При этом глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков отметил, что в день манифестации маршруты по-прежнему будут обслуживаться. Решение о дате проведения акции протеста пока не принято. Ранее Ассоциация работодателей автотранспортных операторов направила письмо премьер-министру Дарину Ричану, в котором обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития лично министра Спыну в незаконных действиях, направленных против транспортной отрасли. Ассоциация настаивает на встрече с главой Кабмина для обсуждения вопросов, возникших после внесения поправок в Кодекс автомобильного транспорта, угрожая в противном случае протестами. Министр инфраструктуры Андрей Спыну пока не отреагировал на обвинения перевозчиков, а пресс-секретарь правительства Даниил Воды заявил, что все правила введены для удобства пассажиров, улучшения условий поездок и что правительство настаивает на том, чтобы эти изменения были введены до конца 2024 года. На прошлой неделе о готовности провести забастовку объявила патронатная ассоциация Транспортатору. Она требует от правительства срочной отмены продления авторизации на регулярные национальные перевозки и разработки нормативных актов, связанных с оснащением транспортных единиц кассовыми аппаратами. Тогда исполнительный директор ассоциации Транспортатору Анатолий Мунтяну заявил, что законодательные изменения являются результатом влияния коррупции. Их введение приведет к ухудшению качества услуг. Он также считает, что изменения, внесенные в кодекс автомобильного транспорта, связаны с определенными политическими интересами. Напомним, перевозчики уже протестовали в конце февраля. В течение двух дней обслуживание около 70% национальных маршрутов было приостановлено. Водители междугородних автобусов требовали приведения национального транспортного законодательства в соответствии со стандартами Евросоюза. Либерализация международного транспорта, оптимизация налоговой системы, по примеру, европейских стран. Министр инфраструктуры Андрей Спыну сказал тогда, что не понимает требований перевозчиков. Председатель парламента Игорь Гроссу, в свою очередь, посоветовал протестующим представить свои предложения по внесению изменений в кодекс автомобильного транспорта. Но, как отметили перевозчики, это так и не привело к решению проблем.